Отмечают постоянно, что есть такие команды, что проигрывают банан, но тем не менее как-то вот сверхразумом понимают, в какой момент раунда нужно перетянуться, где-то укрепиться. Возможно, потом, да, вернуться на тот же самый плент, где ты дефолтный стоял. Вот у СК это все как-то скомкано, зажато пока. Изначально дефолтная позиция, на ней сохраняются вот эти вот микросоприкосновения в связках. Такое ощущение, что СК очень сильно в себя верят, как будто играют они не против Фнатика, а против Фнатика кэдами, знаешь, наверное. Все заточено на опорников, то есть кто-то не отстрелялся, все, это твои проблемы, дальше команда охраняет свои изначально занятые позиции. Пока нужно вот действительно к каким-то активным действиям приступать, но здесь опять-таки теряют Фера. СК, остановитесь, это не работает против Фнатика, они сами так играют часто, и в общем-то эти врывы в который раз не приводят ни к чему хорошему. Есть энтри, и все может только усугубиться, вряд ли пройдет в размин неплохой рандом по Флюше. Флюшу закидали гранатами, еще и прострелили через стенку, но теперь максимальный пассив будет Флюше играть, 5% здоровья у него на окончании этого раунда остается. Такое дезавуирует собственную позицию прострелами через смоки и не торопится ее отдавать. Шоу в Угадайку ничем хорошим не заканчивается, по Такое просто кладут дым, я не удивлюсь, если Такое еще попытается продавить в этот смок рано или поздно. Специалист по работе за смоком, JV все-таки попытается вычислить своего визави, но похоже, что никто через смок не пойдет. Ну что, очередной выпад под банан, в этот раз никого не встретят, и это, кстати говоря, будет ложно. Но и Тако, который все-таки свой фраг нашел, Фолланд, Колдзеру не проверили, а это беда Колдзеру. Еще никто не чекает Колдзеру. Это просто жесть. Даже никто не посмотрел на этот балкон. Колдзера легкий фраг по спине первого, потом второго дамаженного цепляет и с третьим разбирает. Ну жестко. Просто какая-то боль при последнем выходе. Огония от Фнатик. Ничем хорошим это не выглядело и так же не закончилось. Любопытно. Второй раунд падает в копилку СК. Находились они в меньшинстве, но и JV не проверил в итоге позицию, против которой играли все время Фнатик. Весь раунд они забрасывали, простреливали в район нычки и в итоге в последний момент просто даже не посмотрели. Ну вот знаешь, изначально выбранный первый план, наверное, впервые здесь можно сказать, что сработал. То есть расставились, хорошее позиционирование. Повезло, что зашли Фнатики все-таки через Шорт, а не через Лонг и Колдзеру не увидели. Ну и удалось тому сделать ключевые минусы в этом раунде. Ну что, пока стартовая раскидка от бразильцев очень мощная. И это чуть ли не первый раз, когда СК реально отыграли банан так, чтобы за это не было грустно. Фанатам бразильского коллектива никого не потеряли, продамажили сильно Голдуна. Но в итоге в конце отдали. Пассивный диффенс это не критично. Главное, что время понять. Ну смотри, у опорников базы Б абсолютно не остается гранат каких-то нужных для дальнейшей обороны этого пункта. Да, первоначальный стык выиграли, но в остальном придется играть точно так же, как и делали до этого момента. Чисто на стрельбу и взаимодействие в связке. Помощь никакой не предвидится. Дым Фолана есть. Действительно, ближайший игрок под холпу это будет Фелпсу, у которого только одна флешка на руках. То есть далеко не самый мощный игрок. Так, байтнайк, Джей Ви. Тут уже нужно думать про единственный смок Фолана и его тратить все-таки, наверное. Ну, по информации как раз-таки Габриэля Ферр будет играть. То есть проброшенный смачок, флешка. Добавляет бензинчик. О-о-о, прилетело. Ну заигрались, заигрались. Что же вы делаете? Хотя сейчас уже дым будет поздно класть, его просто пронесут. Фнатики понимают, что тут один игрок. Но Фолан так легко не сдается. Есть фракт на приемке. Нашивает еще по второму. Жить. Мы пробили, а Фолан тут как тут. Надо жить, если мы... Фолан тут, и это сюрприз. Да, действительно, выпад через смок был ключевым в этом размене. Остается от шведов всего лишь трое. Тем более, что не мобильная ВП, Джей Ви на краткосрочной дистанции. Но пытается действовать. Тем не менее, полетело наконец-таки у Фолана. Последний Кримс. Папа Фолан сделал все как надо. Трипл кью есть, но по-прежнему это может стать проблемой. Ведь последним остался тот самый шведский терминатор Кримс. Ну, у него 78 хп. Всего лишь два оппонента для Кримса. Это всего лишь. Ну, три флешки на ретейк есть у звена SK Gaming. В принципе, неплохой запас для того, чтобы вскрыть позицию оппонента или пустить одного в размину. Второй уже достреляет. Но Кримс просто-напросто сидит на пиксе. Но на отстрел. Первый полетит. Ну, сверхуверенная. Сверхуверенная от него игра. Распроявление по второму. Понимает, что не полетело сразу по голове. Приключается на пистолет. И все-таки колдзера додавил. Здрасте. Фолан в дыму. Ну, а тут Дефьюз пока. Кровавая мясорубка на кафеле была. Где-то радуется один Игорь Маркилов, когда видит столько фрагов на кафеле, наверное. Но действительно все получилось как нельзя лучше для Фолана в первую очередь. Вот здесь казалось, он раза два должен был погибнуть. Но в итоге свои минусы находил. Никто не мог разменять, кроме Кримса. Значит, максимально агрессивно сыграл в этом моменте. То есть, теряя фера, другой какой-то игрок бы за смоком на хелпе просто-напросто отстоялся до поддержки своих тиммейтов, там, какой-то перетяжки. Нет, Фолин вышел, фраг сделал, додавил второго в дэмэдж, заставил, застанется весь этот проход. И немножечко паники и Сумбура все-таки в стаж атаки привнес. Что позволило в окончании выйти на большинство этот раунд додавить. Та самая бразильская уверенность, которую я парой раундов ранее ругал, здесь играл им явно на руку. И здесь как раз за счет этого Фоллун раунда и сделал. Да, наверное, немножечко этого в дебюте как раз-таки бразильцам и не хватало. То есть, сверхдисциплинированная игра, не то, что нужно против нынешних Фнатик. Ну что, теперь так-то счет уже не настолько разрывной. И по факту два ВП тут от бразильцев могут сильно зажечь. Как старый добрый. Колдзера плюс Фоллун, два авика. И, кстати, у Колдза вот-вот уже может появиться работа. Как и у Фоллун, оттого даже продамажили. Да, ну и перекрестка на главке. Кстати, Банан там контролируется в одно лицо. Ну, ноль флешек. Четыре смакает хорошо, но флешки не одной. И это как раз минус для Фнатик. В таком выходе против такого перекрестного огня флешка бы явно не помешала. А тут, ну, ближняя позиционка. Знаешь, вот выглядит все как работа по сценарию. Четыре игрока охраняют мидл, и сейчас готовы шведы как раз-таки на него заходить. Ой, по-моему, они готовы на нем погибать. Если пойдут до конца, уже очень плотно тут стоят Фнатики. Ой, не Фнатики, а Красс СК. У Фнатик, вероятно, будут проблемы. Колдзер с одной стороны, Феллбс другой. И халпующий игрок есть. Феллбсу главное тут не загулять. Ну, надо было давать хотя бы минус два, наверное. Сразу по смаку поняли позицию Феллбса. Тут благо для него, что удалось хотя бы один минус сделать. Был в очевидном тупике тактическом. И, в принципе, действительно, надо было выпадать и давить то, что, собственно, он и сделал. Ну, знаешь, тут тоже Колдз ушел, а Феллбс остался воевать. Возможно, нужно было вдвоем действовать. Ну, ладно, смотрим за концовкой раунда. Фера пока еще не проверили. На позиции дефолта ее должны проверять, но ее не проверяют. Ферр дает свой минус, но только один. Колдзера с Савиком. Неужели в дыр просто пойдет? Колдзера и дает свой фраг. Да ладно, один на один. Против Лекра очень опасный стрелок. Фоллбс вообще навики играет. Так, ну и Лекра уходит с опасной позиции, что позволяет Фолину пройти глубоко в плент уже. Абсолютное непонимание позиции оставшегося визави, но максимально уверенно просто-напросто ползет. Ну, тут не в ту сторону проверяет Фоллан. Не туда он смотрел, ждал Песков и оказался здесь неправ. Кулач в копилку Лекра, да и, в принципе, шестой раунд тоже. Ну, здорово разыграно, ничего не скажешь. Фнатики смогли перебороть эту позиционку, хотя далеко не всегда они хорошо выходили. Ну, четко все сделали, то есть изначальный план сработал. Здесь смачок налево, и Феллбс там спалился, и не оставалось у него уже никаких вариаций по уходу на шор. Ну, окончательную точку поставленная Лекра действительно была воодушевляющей. 6-3, без денег остаются СК Гейминг. Игра от размена от Фнатик сработала, и при этом настолько сработала, что СК денег не осталось. Они купили два века в предыдущем раунде, ну или один-то купили, точнее. И вот они проблемы финансовые. Така-така идет эти проблемы решать. Финансовые, и заодно принести Кавашик для своих тиммейтов. Ну, тут поторопился. Лекра как раз вышел на размен. Ну, пожадничал немного со взятием трофейного Девайса, тем не менее заставлял его ситуацию здесь стреляться до конца, и эту перестрелку он проигрывает. А так много зависело в этом раунде. Сделай он два минуса. Перестроение окончательное в засадную оборону, в принципе, могло бы принести неплохие результаты. Еще и Девайсов принес. Ну, тут, понимаешь, информация просто теперь 100% дана, что там Улыну, СК Гейминг, они работают в Парсе, и просто-напросто будут поочередно, аккуратно вскрывать шведы позиции своих визави по плентам. Против Люши на Юмпе шутки плохи, конечно. Минус два дает против двух ЦЗшек. Все, достаточно легко. Зазор в дым. Джейви им пользуется. Но там уже и Дым сам по себе рассеялся. Вылоска за Девайсами, возможно, нас ожидает. Коудзера как раз вместе с Фелпсом могут попытаться забрать калаш и МП9. Это то, что лежало как раз... Тут вот еще один калаш идет, что называется, в руки. Но единственное, на халде немножечко расходится. Но в какой-то момент Лекра может встретиться с Коудзерой, аккуратный прочек, и все-таки эту дуэль выигрывает. Тут кто с кем встретился, еще не ясно. Лекра все-таки, да, заметил Коудзе, это было невзаимно. Семерка для Фнатик уже. Немного, немало, пока шведы показывают очень уверенный Counter-Strike. Ну, знаешь, не сказать, что звоночек, конечно, по счету, но по игре некоторой шероховатости у SK Gaming можно отметить. Да, некритичный будет проигрыш той же самой первой половины. Вопрос, скорее, наверное, стоит, сколько раундов SK в ней возьмут. Но я думаю, многие согласятся, что все-таки SK Gaming будут возвращаться в эту игру на второй половине. Тем более, что по последним временам там стилистически удобнее, даже если у тебя атака на Инферно есть, на ней как раз-таки работает. Но пока немного ошеломляюще. Действительно, старты Фнатики уже вырываются серьезно вперед. Причем, мало того, что выиграли предыдущий раунд и сделали счет 7-3, так и оставляют своих соперников на повторной экономически и могут забрать первую половину. Я бы сказал, это стилистическая манера SK возвращаться по ходу дела. Сколько мы смотрели матчей на этом мажоре, практически ни одного не было, где бы в SK все было изначально хорошо, они на статусе фаворита раскатали. Буквально один раз мы такое видели на моей памяти. С фейзами было все неплохо на старте, причем это заставило верить SK Gaming, наверное, что игра складывается легко. Но там фейзы уже вернулись. Ну, вспомни там, да, матч против Space Soldiers, против Mall Sports. Везде были проблемы, везде какие-то трудности у бразильцев возникали. И они их фиксили по ходу дела. Кстати, это дважды было на карте Mirage, которую мы сегодня еще посмотрим. Возможно, посмотрим, если будет полноценная БО-3. Так, ну, попытаются вытянуть то, что не вытягивается. Фер стоит просто-напросто со своим юзпом на горбах, позиция вскрыта, настрелы через маки атака, перекрестный огонь. Ну, максимум паники и, тем не менее, минус така. Каска треснула, но этого недостаточно здесь. Фелбс не попадает по головам. Все-таки здесь у Стандына команда SK все не очень хорошо летит. Фер минусует флюшу. Все-таки удалось ему найти фраг в этом раунде. Получает в руки трофейную юмпишку и просто-напросто попытается, ну, вот, стать бухгалтерией своей команды на следующий раунд. Там по плюс 600 подобавлять. Насколько хватит сил? Минус колдзера. Кримс. Просто колдзера хочет подсадить, а Кримс уже эту подсадку руинит. Хотя Фер даже подойти не успел. Так, ну, запускают самого сотого. Лекра на вычисление Фера. Прекрасно понимали, что не стоит давать те самые пресловутые 600 долларов в актив команды SK Gaming. Там деньги критически важны. На ВП здесь не хватает ни у кого. Могло бы, если бы Фер один-два минуса по дамаженным сделал, но, тем не менее, есть как есть. 8-3 и первая половина уже за шведами. Там ни на что не хватает денег, если речь идет за полноценную закупку. Вот, нет китов, гранат катастрофически мало. И, на самом деле, вот где-где, а на карте Инферно, я считаю, что катастрофически. Вот, когда у тебя нет нормальной раскидки. Особенно, ну, в таких раундах против Fnatic, которые крайне редко играют легко, прямолинейно. Знаешь, можно, наверное, приравнять там скиллы игроков, да, равнозначными их сделать. Но вот как раз-таки менеджмент гранат — это то, чего иногда не хватает. И то, за счет чего некоторые коллективы другие как раз-таки на Инферно обыгрывают. Первый фраг. Кстати, танцы с хэдшотом под JV, но моментальный размен Коудзера не смог доиграть свой эпизод. Погибает все-таки от рог Флюши. По-прежнему интересно, как разойдутся здесь фоны Флюша. Така дал килл на Лекра. Выпад. Ну и прямо на прицел. Робину Ренквисту без вариантов. Так, ну така один. И как бы Феру немножечко нужно торопиться. Бомба, похоже, что така была зачекана. Пошло. Прохождение Фера по банану. Тем не менее, шведы не оторопятся. Флюша боя с тенью. Пока, ну нужно играть в паре по-хорошему. Флюша уже идет вычислять. Така, ну должен остерегаться. Вот Грейвьярд это самая опасная для него позиция. И пойдут в паре, очевидно, давить здесь бедного молодого бразильца. Така живет до последнего, ожидая Фера. Фера очень медленно играет. Фера так медленно играет, что, скорее всего, не успеет сместиться и халпануть своим тиммейтом. Ну, тиммейту, точнее, одному бедному, несчастному Така. JV начал что-то подозревать. Ну, вот здесь вопрос, скорее всего, тайминга. Удастся Фера сделать минус. Да, легкий фраг. Ну, теперь уже идет на размен. Флюша и не справляется в этой перестрелке. Таков все-таки тащит этот раунд в концовке. Вот это повороты. Абитакио вообще хорош. Ну, вот пока что в рамках Харты Инферна по статистике он сильно выделяется именно в положительную сторону. Ну, да, как бы если ситуация вынуждает его действовать максимально удачно в позиции опоры на точке А, то, в принципе, может он здесь разбираться и с двумя, и с тремя заходящими, как рыба в воде на этих больших песках. 14 минусов у Така сейчас на 8 смертей. При том, что его команда взяла 4 раунда, показатель неплохой. И вот уже появляется АВП у Фольда. То есть, в принципе, неплохая закупочка по факту для СК Гейминг. Единственное, что, конечно, нужно оставшиеся 3 раунда в этой первой половине добирать. Вот как, по-твоему, нужно 8-7 или и меньше счет здесь устроит бразильцев? Ну, я думаю, ни о чем не будет говорить. Счет 9-6 и 10-5. То есть, возвращение команды СК Гейминг, если она серьезно отстанет по раунду в первой половине, мы так или иначе увидим. Ну да, согласен. Знаешь, играли бы не СК, может быть, поспорил, но когда играют СК, абсолютно иногда счет ничего не значит. У этих товарищей есть специальные картонки или скотч изолента. Не знаю, они заклеивают счет, забивают на него и играют в новую игру. В интервью многие игроки отмечают, что мы просто-напросто играем. Играем, как играется, несмотря на то, что действительно происходит на табло. Пока что, кстати, злойный минуса. Колдзера и Фолин делают по фрагу. Ну, Джейви идет вскрывать, но ловит флешку с собой. Неприятный момент для него. Колдзера забирает капитана команды Фнатики, еще и продамажил Джейви. В Кримза залетела очень болезненная хаешка, и это шведская парочка. Ну, скорее всего, где-то так и должна погибать. Попытались, кстати, Фнатики в этом раунде порвать темп и сделать все максимально прямолинейно. То есть, как шли на точку А, так и выпадали. Первым номером. Ну, вот к такой борьбе СК Гейминг готова. Заряженность со стрельбой. Особых проблем не возникает. Тем более у тех, кто защищает базу А. Фолин. И первый, и последний минус в этом раунде. И грустные глаза одного из шведов. Слишком много внимания Джейви уделил курице, по-моему, в конце как-то. Он так на нее прям прицел навел, посмотрел. А в сторону Планта даже и не глянул. 8-5. Вот и уже на самом деле счет неплохой. Он где-то поблизости. Бразильцы явно претендуют и на шестой для себя, глядя на экономику от Фнатика. Они прекрасно знали, что если его проиграют, в следующем денег не останется. И просто-напросто будут подпускать своих завей на расстояние вытянутой руки. По крайней мере, по счету. Да и потихонечку вселяется уверенность в действии СК Гейминг. В таких моментах эти два коллектива очень схожи друг с другом. Я думаю, ты со мной соглашаешься. Знаешь, в самоуверенности, в такой временами агрессивности, не всегда оправданной, которую, возможно, мы временами ругаем. Но в тот же момент иногда эта агрессия приносит какие-то феерические хайлайты, от которых мы потом еще год отойти не можем. И поэтому, наверное, эти коллективы и любят. Так, ну и вынуждают здесь первым номером Фнатики своих соперников сыграть. Где-то неоправданный чек сделать на минус для шведов. Но СК Гейминг пока что терпит. Причем есть у них на арке Фелпс, который готов стянуться и под базу Б, и на точке А холпануть. Ну и та самая расстановка. Балкон плюс большие пески. Так, Фелпс будет играть через зелень. В общем, по идее, на него пойдет живи здесь рано или поздно. Ну и все это похоже на сплита, если вдруг чуйка у Фнатики не сработает. Хотя тоже не факт. Возможно, под А здесь удобнее идти, чем под Б. Например, забери Фелпса, и это у тебя будет плюс девайс. Больно такая позиция у Фелпса агрессивная. Ну она одна. Она одна, и максимально быстрое перестроение сразу же последует после этого. И здесь, наверное, этого размена будет критически мало для шведов, того самого трофейного девайса. Тем более, выверенная, аккуратная игра от Фелпса. Ну, Кримс армор. Вот все, что я готов сказать. То есть, если ему найдут девайс, все будет хорошо. Заметил. Второго атака. Все, Кримс уже не поиграет. Ну, кстати, зато играет Лекра. Уже два хэдшота с Деглад. Да, вот теперь два хэдшота. А в целом три полкил от него. Вот такого от Лекра это опасно. Похвали опорников базы А, и сразу же они отдаются. Причем со смещением фокуса внимания Лекра здесь вторым или третьим номером выходил. И просто-напросто феерическая стрельба из Деглад. От него бомба поставлена. Трофейный Калашников на руках. Причем у самого нужного человека, у которого действительно и армор есть, и фраги уже в запасе. То есть, уверенности. А СК уже ушли. Они даже не думали выбивать. Они сходу ушли на сейв. Бразильцы действуют, конечно, невероятно дисциплинированно. Но играют они, посмотрите, против чего. Против Лекра, у которого нереально прет. У него три полкил, калаш и армор. Против Джейви просто с армором и Флюша без армора, но с Деглом. Такая вот игра, друзья. Фнатик неожиданно на пистолетах забирают девятый для себя. Вот они, те самые Фнатики. Неожиданно. Знаешь, опять-таки фактор личности в истории. То есть, не будь там первого минуса от Лекра, и все бы сложилось по-другому. Вроде бы игра в связке у СК Гейминг там так со своими тиммейтами была неплохая. Выглядела как победная. Но, опять-таки, Голден. Два фрага. Но это вот, знаете, акцентируем внимание на этом. Но это ни о чем не говорит. Голден постоянно занимается работой на банане первым номером. Частенько становится просто-напросто первым фрагом. И потом уже колет с позиции спектра. Поэтому команда выигрывает. Все хорошо. Да и у Фелпса тройка в противовесе этому. То есть, и с той, с другой стороны, есть. По игроку, который выпадает из общей картины. А вот 18 фрагов Лекра затмить очень трудно. Ключевые моменты от него как раз мы и видим. Хитрая работа на слух от Колзера. Попытка кого-нибудь нащупать в этом смоке. Но, тем не менее, решает действовать все-таки дисциплинированно и оттягиваться. Снова работа против Бэплэн. Там еще не факт, что до конца пойдет туда атака. Но, в целом, поднапрягли Фоллэна. Стянули немного внимания на себя. Кстати, интересно. В этом раунде Фоллэн играет на UMP. А вот Колзера действует с авиком. Ну, я так понимаю, принцип, кому на что хватило, сработал. Тут ждут, кстати, повторного прочека уже вторым номером банана под флешку. JV отвернулся. Голден аккуратненько на стрейфе в пиксель держит выходящего. И даст своему, естественно, инфу тиммейту. Но, тем не менее, СК Гейминг, опять-таки, засадная война. Не торопится. Теперь же они, короли этой ситуации, просто-напросто рвут темп. Игроки атаки постепенно смещаются уже под банан. Готовятся давать раскидку. Но вот фраг сейчас заставит призадуматься. Лекра отъехал, но четверка игроков атаки пойдет до конца. Выпад от пола на уверенности все равно приносит фраг. Пытается от Смака играть фраг. Дает минус. Нашивает через дым. Очень сильно забирает и второго. И возвращается обратно. Как же хорошо разыграл фраг. Так, ну, Голден. Бенефис товарища Голдена. Пошли. Поехали. Фраг, кстати, почти забрал. Попадает и по нему. Но это ответная карма сейчас на фраг. Ну, феру не стоит соваться и просто-напросто ждать его тиммейта, который находится в суперской позиции. Голден абсолютно не понимает, где второй, почему он не выходит. 20 секунд. Нужно забирать пачку. Нужно играть на бомбу. 10 секунд будет сейчас. А тут в упоре. Здравствуй. Вот и минус. Фернандо Альваренга. И его трипл-кил закрывает первую половину первой карты последнего четвертьфинала. Ну, 9-6. Констатируем факт. В общем-то, особо ни о чем не говорящий счет здесь. Ну, наверное, неожиданным он получился. Многие ждали доминации все-таки коллектива Sky Gaming. Там и большинство публики, мы видим на трибунах, как раз-таки болеет за бразильцев. Но пока что шведы неплохи. Ну, действительно. Вот на своей карте у них все в порядке. Вот оно. Момент, когда Ферн внезапно понял, что в кого-то он-то попадал. Развернулся и дал второй минус в этом раунде. Вот и третий. Собственно говоря, которого мы с вами ждали увидеть. 9-6. Ну, что? Пистолетка и 9-9, как мы любим говорить постоянно. Разрыв не такой уж и катастрофический. По игре, мне кажется, Фнатик могли и больше раунда забирать, если бы тогда не подставились в одном раунде, когда играли, ну, супер, прямолинейно, куда. Ну, был, да, действительно такой момент. Хотя вот стоит отметить факт, что команды все-таки, будем здесь считать СК более сильным соперником, пока что по статистике, готовят именно старт. Мы можем, знаешь, увидеть две здесь ситуации. Абсолютно не увидеть во второй половине Фнатиков или продолжится та же самая стыковая близкая борьба. Вот почему-то мне первый момент ближе. Мне кажется, с учетом предыдущих ошибок и понимая уже, что Фнатики действительно серьезно подошли к этому четвертьфиналу, СК гейминг будут максимально осторожны. А я что-то верю во второй исход, вот честно. Я скажу, я думаю, тут, ой, счет будет плотный. Статистика статистикой, но опять-таки игра все расставит по своим местам. И здесь, как всегда, 50 на 50. Ну, как бы да, Елик, Бостон Мейджор. И тут должно происходить все, что угодно. Сколько раз СК выпутывались из таких ситуаций, как раз на мажоре. Пламенный привет Ликвид дважды передаем в таких моментах. Ну, и эпизодов мы видели уже огромное количество. Фнатики, ну, им нужно возвращать себе былое величие. Этого коллектива, этого тега, который раньше звучал невероятно грозно. Ну, и, возможно, как раз этот матч станет подспорьем для такого. Так, ну, смотри, закупка в ожидании сверхсложный раунд для бразильцев. То есть есть подстраховка в миде Молотова. Два смока и две флешки по-прежнему находятся на руках. И каких-то себе ключевых ошибок в Натике не позволяют, не действуя близко и первым номером. Просто на прочейке. Самое что ни на есть жесткий убиватор. Кримс, но его отсмочили. Заметили, Грэбьяр, там Лекра. Флешка под него и по Джейви сразу. Оба в блайнде. Попадание есть на Лекра и сразу же его добили. Пески запалились. Ну, и только размен один в один для Джейви. Этого недостаточно. Пуэнт отдали. Бомбу поставят СК. В сложной ситуации. Флюша и Кримс находятся на зелени. Смачки по-прежнему лежат и не дают им визуального контакта с соперником. Пытаются они здесь, конечно, на невынужденные какие-то мувы выдергивать, но никто не выходит. Голден, агрессивненько. Так, ну ладно. Флюшу уже потеряли. И Голден здесь мало что решит. Скорее всего, из малых песков по голове не летит. Голден погиб. Ну и Кримс за ним следом. 7-9. Вот, в общем-то, и то, о чем мы говорили. Все. Разменялись пистолетками. В атаке и те, и другие именно эту сторону взяли свои первые раунды в половинах. И, в принципе, ну нельзя сказать, что здесь фнатики будут терпеть до девайсного. Естественно, стилистику этой команды мы прекрасно знаем. Тем более удобная для этого карта Инферно, где можно разгуляться и Флюшей, и Джей Ви, там, с эзэшками где-то подкараулить недостаточно сконцентрированных соперников. Но, опять-таки, почему-то кажется, что СК Гейминг сейчас будут сверхаккуратно играть. Ну а пока у нас конкурс. Кто проживает на дне океана? Он называется, по крайней мере, в моем понимании. Потому что Голден и Фелпс пока в игру так и не включались. Четыре и три фрага соответственно. Ну, как бы мы уже посмотрели 16 раундов. Пора бы этим товарищам включиться. Ну, пока не получается. Засада. Засада на точке Б. Утроение силы именно там. С контролем главки. На первый заход играется база А. Пять фармганов. Четыре из них маг десятых. Раунд, я так подозреваю, назвали Вега Сквадрон. Здесь себе в TeamSpeak, ребята. Вега версия 2.0. Но, правда, есть одна UMP-шка, более удобная для така. Голден. Абсолютно ничего не видит. Его забривают. Но полетел размен. Ну, кстати, Фелпс Голден отзабрал. Знаешь, такой многозначающий. Такой означающий для нас с вами минус. Разборки продолжаются. Этих двух товарищей. Вот это попадание на флюшу, да. Заставит его призадуматься о своей позиционной игре. Кримс. ЦЗ. Отличный первый минус. Пытается идти за вторым. Забирает и его. Кримс. Не так-то и просто этот парень. Еще сейчас интересно, прочитают ли гробы. Не факт. Полтора человека по состоянию здоровья у СК Геймера. И заперты они, в принципе, в кольце. Сильно дамаженный. Теперь остается Ферр. Тем не менее, выпутывается из максимально сложной ситуации. Пошел Сумбур. Ферр. Сильно каленый. Против двоих. Надо быстро, молниеносно забирать одну из позиций. Но пытается быть невидимым. И это тупик. Ох уж этот форс от Фнати. Как же они просто его разыграли. Как же все жестко полетело. Дабл от Кримса. Флюша, про которого просто забыли. Его изначально продамажили. Но потом не были готовы к позиции. Ну, казалось весьма очевидно. Игробам. Ну, непонятно, кстати, с Кримзом здесь разыграли. Без какого бы то ни было внимания на него. То есть первый дамажный выходит спиной. Смотрит, понятное дело, префом на подсадку. На хелпе ее не было. Казалось бы, самые, знаешь, что не на есть очевидные решения. Но тем не менее сыграли. То есть что изначально ты ждешь? Подсадку Голдена. Его окей, убрали. Под флешку. Он был в лайнде. Потом Вазон. И там никого нет. Потом ждешь врывающегося через смоки. Через хелпу, как это, допустим, Фоллин делал. Но максимально простое решение. Кримс просто посредине плента. За Б1 стоит. Одному с ЦЗшки, второму. И дай бог там мог еще и третьего. Если бы хватило тайминга на перезарядку. Вот, наверное, в том-то и дело. Голдена забрали на Б1. А Кримс находился за ним. То есть один раз эту позицию уже убрали, казалось бы, и все. Дальше ты ждешь перекрестного огня. А там была западня. Неприятная западня для СК. И теперь ребята на временную нищу не так легко выйдут. Так он на теке. Пытаются давить арку здесь. Но эвакуация прошла успешно. Лекра не лучший девайс, на самом деле, для такой приемки, для такой перестрелки. А тот как-то промедлил в этом минусе. Ведь мог забирать. Очередной небольшой хаос на базе. Дострел от Кримза. Но, тем не менее, со вторым все-таки не справляется. Это был Фоллен. Подход спины. И очередной замес на Миду в пользу Фера. Но тут как бы Фер уже последний. И там есть киты. Поэтому все в порядке, кстати, Дефьюзи Джейвим. Но Фер понимает. Калаш дороже раунда здесь. Уже не выиграть этот Форс. Нужно просто эвакуироваться как можно быстрее. Очередной раунд для Фнатик. Все, что хочется сказать здесь. Действительно, пока шведы не собирались дожидаться своего девайсного раунда. Ну, многое было связано в этом раунде у бразильцев. Действительно, ставили они на него, наверное, что-то на есть. Ну, все ставки. Тем не менее, удалось закрепиться и по экономике, и по счету Фнатикам. Действительно, после неудачных действий в предыдущем бразильцы будут обсуждать. Что там за повороты? Я видел им по седьмой. Коудзеры. То есть закупки. Неужели решили оттолкнуться от одного Калаша? Ну, полноценного бая там, конечно же, не будет. Но вот наличие МП-7 меня немного удивляет. Под этот Калаш, понимаешь, либо что-то придумать нужно просто-напросто с пистолетами, либо бросить ему в поддержку. Еще один-два девайса. Походу, знаешь, не решили разыграть так, как сейчас очень модно, когда вот тебя один тратит всю экономику, а потом он играет на саппорте, на гранатах. Там спаун, по-моему, ближний под банану. Два их сразу. И, по-моему, за счет этого как раз-таки решили закупать. Ну, не знаю, кто первый. Но МП-7, почему тогда именно он? Почему не тот же UMP, например? Вот то, что меня немного смущает. Ну, все-таки сейчас такая стадия, когда у Фнатик по-любому тяжелые арморы должны быть. Ну, они понимают, что он этого не стоит. Ага, возможно, просто wrong bible. Ребята все это время переписывались. Случайно нажал автозакупку, еще что-то произошло. Ну, такая интересная, знаешь, автозакупка МП-7 на F1. Я помню, у меня когда-то еще в CS 1.6 на какой-то из версий на автозакупку он преимущественно покупал Diggle тяжелую армору раскидку, чем там армор-калаш. Короче, в таком духе, как я горел на эту автозакупку, потому что рефлекторно я прожимал, не считая деньги. Ну, это было давно. И вряд ли у Колдзеры дважды MVP мейджора, дважды чемпиона года лучшего игрока такая трудность есть. Да, и тем более, знаешь, сложно его вот вспомнить по-седьмым как-то. Керриган зашел, сказал, братишка, дай-ка я поиграю. Такое дело, я хочу размяться перед своим матчем. Закупились теперь все, все нормально, ребята. Это будет форс от СК, но без МП-7. С Калашов, зато вторым. И в этот раз в руках он будет у Фелпса. Интересно, что именно Фелпсу доверили у того, пока не сильно летит. Закрывает, закрывает потихонечку Фнатики банан. По крайней мере, первым таймингом уже СК-гейминг не дают по нему пройти. Что? Агрессивные действия в ответ. Здесь в упоре стоит не самый, что ни на есть стреляющий товарищ. Это Голден, который в дефиците по фрагам. Можно было бы его пощипать, но прилетает смачок. Ну что, есть дым. Пока что понимают Фнатик, что не все так очевидно в этом раунде. Перестрелки против Голдена. Что? Как? Голден вообще не понял. Над ним прошел по стенке соперник. Второй обрулил его в спину и потеряли в очередной раз капитан. Какой-то сплошной хаос творится у нас на карте Инферно. Продолжается эта мясорубка. Забрали UMP, потеряли. Фолона, ну, размен по капитанам. Не факт, что это хорошо, но с другой стороны 4 в 4. И по-прежнему достаточно гранат на выход. Вы посмотрите, у Фнатик остался молотов и две флешки. Ну, кстати, UMP-шку здесь отжали. И действительно, есть на борьбу из КГейминг свои гранаты. По крайней мере, на один заход будет. Спина контролируется, все четко. Театральная пауза выдерживается. Дают соперникам время на то, чтобы ошибиться, не соблюдая дисциплину, зайти где-то в спину и, возможно, потерять одного из. Но те очень четко расставляются. Ой, снова, снова те же трудности. Не проверяют вазон, а дальше перекрестный огонь работает. Выбирали бы в первую очередь эту позицию, и все было проще. Пока что коваж в руках у Фелпса хорошо работает, но потерялся он в молотове. Очень сильно пригорел. 20 секунд. Фер ждет банана. На банане никого не будет. И в этом вся трудность для СК. Как же терпеливо играют в окончании этого раунда Фнатики. Искали, кстати, Кримза за Б1. Того там просто-напросто не было. То есть постоянная смена позиционки у Фнатиков происходит и никак не могут нащупать первый контакт удачно для себя СК-гейминг. Но, тем не менее, бомба поставлена. Попытаются вырвать из этой ситуации. Флюша уже пошел чекать. Ну, позиция, честно говоря, Фелпса не очень радует. Флюша просто вот так вот ее заберет. Да, эфир последний. Про него есть инфа. Первое видео выходит на второго и получает по голове от Лекра. Вот это минус. Ну, и 12-7 Фнатик продолжает давить. Форс от СК ничем не закончился. Хорошим для бразильцев. Так, ну и подводим промежуточные итоги. Пока что во второй половине взяли только пистолетный раунд бразильцы и более себе ничего не прибавили. Сколько бы ни боролись по деньгам, ну, на серию выйдут, наверное, пять проигранных, и дальше деньги будут в каждом. Так и есть. Валевуха ни к чему не привела хорошему. Здесь СК пока что атаку свою не нашли. Казалось бы, выиграли пистолетку. Все нормально и в следующем раунде, но Кримса и его ЦЗ. Давно не видишь на ланах улыбающихся Джей Ви, Флюшу, Кримса. Как будто тебя вернули в конец 2015-го, в середину 2015-го. Шведы, знаешь, ввиду своего менталитета вообще редко улыбаются. Фнатик так особенно. Ой-ой, но сейчас это тот самый момент. Я думаю, они будут очень улыбаться, если в итоге они отыграют СК. Ту самую команду, которую, ну, очень многие пророчили в финал этого мажора. Ну, тут тоже еще фактор инферно, опять-таки, которому, видимо, Фнатики больше готовы, несмотря на их результаты и на игру с теми же самыми Нави, где Нави удалось довольно-таки просто вскрытие обороны и показать собственную атаку. Знаешь, а дальше оверпасс. Это карта, одна большая история коллектива Фнатик. Большая, долгая, с молотовыми бустами, со всем возможным, действительно. В общем, с нахождением самых неожиданных бустов, отстрел атака в смоке. Он выиграл эту дуэль минус Лекра. Который раз мы видим, кстати, соприкосновение именно этих двух товарищей. Флюш Прочекал ушел. Ну, главное, да, здесь было не стреляться. Мог бы потеряться и себя, и своего товарища. Но Голден в итоге справляется, это хорошо. А вот сам Флюша не доигрывает. Знают еще и про Голдена. Будут пытаться играть против него. Така проигрывает большим пескам. Никто не в силах разменять. Здесь 3 в 3. Возможно, не стоит идти на до конца. Зачем все это делать, не ясно. Ведь знают, что позиций много. Как же шикарно он подстраховал. Тем не менее, Ферб Спеня последний. На шарте, ну, замыкают его сразу с двух позиций. Джей Ви. Точку в этом раунде ставят уже 13-7. Как-то СК по редкому прямолинению играют атаку, по-моему. А такой же раунд был, кстати, и проигранный у тех же самых шведов. То есть просто-напросто топорно пытаясь вскрыть каждую очередную следующую позицию. Но, тем не менее, не получается. Но от СК мы, в принципе, редко видим такие, знаешь, хитрые раунды, по-моему. Не так много их было разыграно. Напротив, бразильцы определились с векторами и идут туда до конца. И их пару раз на этом и подловили уже. Ну, тут бразильцы в более сложной ситуации. Они по-прежнему не могут выровнять собственную экономику. Борются по большей части там где-то на пистолетах. И все-таки с позиции силы выступают в нафиг. Потом, может быть, слишком поздно. Хотя, ну, в таких матчах никогда не поздно. Наверное, Фелпс дал энтри, Голден разменял. Классические флюши, что называется. Сам за себя пошел. Да, фраг сделан, погиб. Ну, не он, кстати, да? Да, Голден. Голден разменялся. Все просто. Молотов неприятный под Колдзеру. Тот уже потерял очень много ПХП. Учитывая то, что Колдзера — это один из двух игроков с армором, то это проблема. Ну, нельзя. Нельзя давать такие моментики. Бразильцы могут, кстати, и зацепиться. Но пока не удается даже трофейным девайсам поживиться. Да, пока все затихло на карте. И действительно не смогли забрать девайс. Это самое обидное. Клдзера пошел, проверил. Нашел, наконец-то, Кольд, кстати говоря. И теперь возвращается к своим тиммейтам. Ну, что, пода до конца, по идее. Ребра тут GV. GV. Просто-напросто на чек. Если удастся сделать первый хэдшот, то хорошо. Если удастся заспрейить и второго, и третьего, и будет уверенность, то вообще классно. Но, скорее всего, немножечко дисциплинирование должен сыграть. Да, просто-напросто чекнет и уходит. Ну, все. Не рискует здесь. Опять-таки, еще один девайс оппоненту дарить явно не стоит. А вот инфа — это полезная вещь, и ею пользуется Кримс. Стягивается уже ближе под арку, чтобы контролить перетяжки, если что, возможно, и сплит-выходы. Но их не будет. Это просто выход через двадцатку, который начинается не лучшим образом. Также продолжается. Очевидно, также и закончится. Четырвадцать семь двойное преимущество, и Фнатик вот, ну и приближаются к тому, чтобы закрыть свою карту. Теми же тропами. И Скайгейминг, тот же самый шорт и тот же самый исход. Фнатики готовы ко встрече на базе А, и пока действительно для них все сверхуверенно и комфортно. Остается всего лишь два победных раунда для того, чтобы сделать счет по картам 1-0. И, возможно, наконец-таки в четвертом из всех четвертьфиналов мы увидим три карты. Ну, пора бы, пора бы, наконец-то. Я такие надежды питал на матче G2 к Волднайну, серьезно. Я прям верил, что там будет заруба до конца. Если я ничего не путаю, вчера только мышки на нюке зацепили за овертайм, а более в остальных дуэлях нигде даже за десятку проигравшая команда не выходила. На калиточные встречи проходили. Ну, сегодня такой день, что не имеет права он так проходить. Ну, пока, кстати, XK Gaming тоже до десятки не доплыли, поэтому что-то похожее у нас повторяется. Никто не застрахован от того, что фнатики просто-напросто разыграются и уже поверят в себя, и на оверпассе дадут отпор на вражеской карте и сделают также счет 2-0. Ну, с атакой пока и такой, вот, по крайней мере, СК могут и не доплыть. Если честно, у них все, ну, очень плохо здесь работает. Ну, Кримс против бойлера. Знаешь, все увереннее и увереннее становятся в себе шведы. Все ближе и ближе позиции, где-то даже без подстраховки, просто на пиксель, Кримс, уверен в себе, что он попадет. А СК, напротив, играет более зажато и более зажато. Постоянно они уже в таких весьма пассивных позициях отыгрывают. Ждут пуша оппонентов, но не дожидаются. Фнатики играют на своей части карты просто агрессивнее. До первого минуса. Очень волевая борьба. Здесь, по факту, получается, да, есть у Кримса подстраховка. Ну, вот его позиция выглядит... Сверхопасная флешка на оброс с ребер и погибает моментально. Отличный первый пик. Ничего не скажешь. Здесь красиво разыграно. Домолотую позицию у Лекра. Он понимает, это уходит назад. Не перекрывает така. И только после этого Живи дает размен. Самого Джеспер убирают. И еще и Голден отдался. Нет, но этот раунд уже окончательно и бесповоротно за СК. Обузили, обузили постоянно вот этот вот проход по зигзагу, плюс ковры, причем с вариациями всяческих раскидок. Теперь, как экономики хватило и гранат хватило, в общем-то, вышли максимально уверенно для себя СК-гейминг. Ну и плюс вопросы стоит, наверное, Кримзу задать. Ну, против его позиции максимально четко отыграли. Дали флэш, выбили с бойлера. Ну и дальше пошло-поехало. Такой сноубол получился по ходу всего раунда, который Фнатик так и не смогли остановить. А напротив скорее где-то под лавиной остались. Ну и Флюша понимает, что, в общем-то, никаким выбиванием здесь даже и не пахнет. Да и далековато он был от эпицента развить события и не виноват в той сложившейся ситуации на точке А. Просто-напросто будет севить авик плюс гранат. Нравится мне эта парочка, Голден и Фелпс. Такое ощущение, что мы смотрим игру 4 плюс 1 на 4 плюс 1. Ну, понятно, что и тот, и другой свою роль исполняет. Фелпс больше фокусируется на роли саппорта игрока. Голден занимается координацией. Но весьма забавно, что настолько схожа ситуация по счету в этих двух командах. Ну, Фелпс, наверное, все-таки вопросы к психологии, интервью он давал, что смотрел на стилистику игры основного игрока, болца, пытался ему каким-то образом подражать. Ну, и не так сильно, что ли, ну, не так сильно опираются СК Гейминг как раз-таки на игру Фелпса. То есть здесь игра не построена, чтобы их замена стрельнула. Ну, знаешь, был раунд, в котором у Фелпса был один из двух девайсов, например, тогда явно была частичная ставка на него. Но, насколько я понимаю, психология СК, и то, как они работают с Фелпсом, вот он там почувствовал себе силу, попросил, и ему такую возможность дали. Да, да. И Фолин, причем тоже в интервью говорил, что просто-напросто спрашивает у Фелпса, парень, как тебе удобнее играть? Да, мы построим игру в каких-то моментах под тебя. Главное, чтобы тебе было комфортно играть. Действительно, ты из этой игры не выпадал. Но пока... Знаешь, СК — это твоя дорога к статусу легенды. За это должен сказать спасибо не только Фелпс, еще и Фокс в свое время также прошелся бразильской экскурсией до стадии четвертьфинала. Ну, настолько, знаешь, вот запас сил велик у СК Гейминг, что даже с заменой раз от раза попадают они в легенды. Ну, знаешь, а стоит отдать должное во многом не за счет того, что четыре бразильца такие классные костяк, а за счет того, что они находили удачную роль пятому игроку. Так, ну и смотрим. Пошел у нас проход в точку Б. Постояли под базой, раскинули, заходят. Серьезно нашивают плюши, приходится тому теперь уже отыгрывать вторым номером. Уход пассив. Тут прострелы могут интересные сейчас залететь. Голден Така забрал каким-то образом. Ворвался, дал минус. Неплохо. И большинство себе все-таки Фнатик обеспечили. У СК почти нет гранат. У Фнатик, наоборот, полный фарш под это выбивание. Ну, вроде бы неплохими пока что смотрятся позиции СК Гейминг. Посмотрите, где Ферр. Где Ферр? Он летит на всех парах сейчас закрывать спину. Ну, а тайминг в этот раз для Фернандо Альваренга просто невероятно шикарный. Ну, здесь просто Фнатик готовят раскидывать. Ферр заходит, ставят голову, уходят. Причем под банан. Теперь концентрация внимания немножечко. И на нем слянуто нужно. Фнатикам понимают они действовать быстрее, но время течет и ничего не происходит. Они просто не понимают, что делать, потому что все это время в спину может задавить один из игроков атаки. Очень четко разыграно. Браво Ферр, браво СК. Раунд, в который они были в меньшинстве с колоссальными проблемами по гранатам за счет позиционки. И отличного люркера все разыграно. Ну, вот та самая удобная для Фера, как он опять-таки отмечал, игра в отрыве от команды. Где-то действительно сыграла ключевую роль. Вот в этот раз действительно, знаешь, вот один фраг, казалось бы, дал Ферр, но этот фраг все абсолютно разрушил. Вот как карточный домик. Фнатик и их выбивание рухнуло в тот же момент. Ну, знаешь, занимались такими будничными делами. Ты раскидаешь, я зайду под эту флешку с мочокой. Тут бац-бац, приходит Ферр, нужно за полторы секунды решать давить его назад, а он уже ушел в библиотеку в арку. И попробуй ты его оттуда выкури. Или же все-таки заходить, и опасно, и есть понимание того, что Ферр может вернуться, еще один фраг сделать. В общем, легкий хаос, который в итоге ничему хорошему не привел. Sky Gaming еще один раунд для себя забирает. Это уже девятый. И, возможно, мы все-таки увидим 10 взятых. Те самые. Ну, пока Флюша и JV попытаются этому попрепятствовать, играя в два ВП. Флюша на втором авике, это, в принципе, интересно. Ну, в последнее время все чаще и чаще мы видим на роли второго снайпера именно Флюш, в принципе. И если, наверное, еще полгода назад мы такому могли удивляться, то сейчас нет. Пытаются фнатики засушить игру здесь посредством тех самых бухов ВП, в общем-то, срезать первого на проходе, где-то там и суппорт будет обеспечен, но, тем не менее, отыгрывать от контактного большинства, нигде не агрессируя. Он пробрасывает свою бомбу обратно к тиммейтам и снова будет игра против Рёбер, в этот раз позиционка другая. Знаешь, как в плюс могут эти два ВП сыграть, так и в абсолютный ноль или даже минус. То есть мы видели уже шедевральную раскидку Sky Gaming, причем с планом Ферр, планом Б. Запускаем его в спину. Ну, вот то, о чем я говорю. Попытка засушить игру с ВП не удается, приходится в плане уходить. Второй мешот от JV. 8 хп, JV пора эвакуироваться на всех парах, он это понимает. Ну, с авиком смог это идти немного назад, это хорошо. Вот осталось еще не погибнуть в спину, но тут Лекра прикрывает списков, Лекра перекрывает списков даже двоих оппонентов. Все четко. Полин отрезал Флюшу. И все еще оппонентов много, понимает. Этот атака начинает работать. Вот и стал Фолан, забрал Лекра. JV прямо в поинте, про него есть инфа. Какой ноу-скоп! Вот это сейчас жесть. И на этом буду добирать. Голден. Один против двоих. 8 секунд. Нужно срочно прикрывать. Да, атака все делает, как нужно. 14-10. Казалось, этот минус от JV может сделать историю. Да, небольшая паника, конечно, в спрее у Голдена. В окончательном моменте знал, что ставится бомба, убивая на позицию на дефолте. В принципе, был королем ситуации и должен был этот раунд выиграть. Ну, вот ключевой замес. Лекра, дубль от него. Отлично разыграл Лекра. И тут тот самый Фолан, тот самый Габриэль Толедо, которого пока что не хватало нам здесь в рядах команды СК. Знаешь, именно невероятного снайпера. Действительно невероятного. Насколько серьезно была подготовка шведской пятерки, что у них только первый тайм-аут. Ну, а знаешь, это первый раз, когда шведы реально только что потеряли все из-под контроля. До этого они могли вернуться в игру. Они вернулись в игру даже на экономическом раунде. А здесь против них выиграли серию с трех. И последние два, вот видно, что бразильцы включили. Вот тот самый бразильский скилл, ту самую магию, о которой мы говорим. Один раз ферр в спине выиграл раунд, хотя по факту Фнатик бы его могли закрывать второй раз. Фолан в паре со своим тиммейтом зачищает весь плент со стянувшимися хилпующими игроками. Ну, действительно, вот классная игра, которую мы наблюдаем в прямом эфире. Теперь уже без денег остаются Фнатики. Они должны здесь что-то придумывать первым номером. Несмотря на то, что играют за сторону защиты, ну, пока что расстановка 3 плюс 2 довольно-таки банальная. И, наверное, больше с упором на собственный скилл. Ну, скорее всего, да. И с упором на следующий раунд во многом. Потому что настал тот момент, когда Фнатик все же разыграют экономически. Ну, каких-то быстрых таймингов мы давненько от SK Gaming не видели. Поэтому здесь Фнатик обязаны ожидать очередного подхода под плент, раскидки. И вот под эти смоки и флешки, конечно, пистолеты могут серьезно накрошить бразильцев. Ну, вот, а это повод задуматься для SK. Возможно, они разыграют более контактный раунд. Меньше, уповая на свои гранаты и очень плотные стенки смоков. И больше как раз на индивидуальный уровень игры. Он ведь на невероятно высоком уровне. Ну, практически у всех игроков SK понимаем, что Флэпс немного проседает, но это не критично. Так как классно включился, это здорово действительно, потому что у него не всегда удается. Fair Code Zero Fallen вопросов, по-моему, не должно возникать. Отличная расстановка в контроле карты SK Gaming. В принципе, каждая из ключевых позиций на первом стыке контролится. Единственное, кого осталось скрыть, это GV, но короткий стрельб и тем не менее минус он. Вот так, вот так выдаются эти минусы. Отличное попадание. Джеспер на небесах. Не видит. Замесил голову. Простой минус, а вот со вторым послажнее, конечно. Спрыгивая так, отдал свой фраг и еще 25 хп в запасе. На одного Флюшу. Ну, Флюша здесь, как всегда, ни в чем не виноват. К нему просто-напросто не пошли. В доигровке последние. Без особых перспектив на хотя бы взятие одного из четырех оставшихся девайсов. Скорее всего, так они полезут. Вот эта спина. Нет, все-таки Cold Zero перестреливает. Так надеялся Флюша, что дадут ему этот фраг. Возможно, и подрезать бы можно было, но нет. Все не так просто, а полторы тысячи, кстати, лишними бы не были. Тогда был бы авик, а так его не будет. Ну, кстати, могли себе позволить, но не захотели. Ну, мы видели уже два АВП у Фнатик. В принципе, вот эта вот закупка абсолютно не оправдала себя. Там и Фолин разбушевался в противовес. И такая сухая турельная оборона. Ну, не играя против СК Гейминг, классно они распределяют свои гранаты по раунду. И, в принципе, пока что со стрельбой в разменах проблем серьезных не возникает, что позволяет взять им хорошую серию уже. Ну что, так-то дистанция все короче и короче. Правда, мы вернулись к той самой дистанции, которая была на стадии пистолетного раунда. Да, те самые пресловутые три раунда, опять-таки, в отрыве. И не смотрятся, знаешь, каким-то это критическим моментом для бразильской пятерки. Да, но в какой-то степени держите в уме, что СК могли еще на два раунда больше себе уже получить. Если опять-таки вспоминать начало 16-го года и конец там 15-го, вот на таких картах Инферно между бразильцами и Фнатик все заканчивалось со счетами где-то 16-14 и какой-то там, не знаю, форс-стэками решал исход карты. Поэтому, возможно, мы здесь даже допу увидим. Ну, было бы неплохо. Серьезно. Вот в таком матче, конечно, было бы здорово. Как-никак четвертый финал. Очень агрессивно действует Колдзера и Голден не мешкается, дает стабильный красивый минус и отходит назад. Ну, Голден действительно красавчик. И эвакуация есть от него, и минус уже в активе у него, и одного из самых жестких. Кстати, перестреливает. Ну, Колд большую часть этой перестрелки в полете провел. Ну, вот Колдс, да, попытался разыграть в ужас летящий на крыльях ночи. Вышло не лучшим образом. Там немного, наверное, рано кинули флешку или поздно подсадили Колдзеру. Действие Блайнда уже прошло, и Голден сумел сориентироваться. Такой микромоментик, но уже в меньшинстве оказывается из КГ. Ну, и по-прежнему не стоит недооценивать то, как сейчас играют FallenFair и Така, в особенности, который вообще является топфрагером в своей команде. Так что по-прежнему есть те, кто действительно могут убивать. Убиваторы настоящие. Ну, и 4-5 выход на троих игроков. Два пункти. Лек разобрали без шансов, а вот Джей Ви в дым свой фраг нашел. Возможно, где-то второй. Ну, Диви здесь может максимально долго жить. Синхронно его попытаются закрыть. Хитрые действия. Джей Ви по-прежнему живой. За смоком ждет тиммейтов. Бомба уже стоит. А тут Кримс. Тут как тут уже оказывается он на шарте. Подставляется под позицию Фелпса, но тот самый Фелпс остается последним. И сильно у него летело. Пытается перекрывать через дым Джей Ви, но через Джей Ви в смоках стреляться. Это неблагородное дело. Ну, вы уже просто задавили Фелпса на этих песках. Позиция была очевидная. Как бы он там не сопротивлялся, тем не менее, маппоинт для Фнатик после победы в этом раунде. Все-таки пауза не прошла даром. То, что хочется отметить. Хотя где-то на том, что сами бразильцы позволили дать определенные минусы. Было здесь разыграно. Погиб. Напомню вам, Коудзера в начале раунда, а потом... Тут очень опасный момент, может быть. Если сейчас Фнатики будут раунд отдавать, экономика будет ресетиться. Я смотрю, что практически в ноль все дозакупаются, и это будет проблемка. Ну, знаешь, там интересная байка получится, кстати. Если засейвит один игрок, то и вовсе четыре девайса можем увидеть. По-моему, ну, видимо, зависит от того, как вообще будут обстоять дела в рамках этого отдельно взятого раунда. Снова агрессивный замес на банане. Очень много гранат, стрельбы, но фрага ни единого мы так и не увидели. Аж контактный. Бесконтактный контр-страйк. Действительно, массированная артиллерийская подготовка на банане приводит к тому, что занимают более пассивные позиции опорники базы Б, уходят от этого соприкосновения. И поступательно, аккуратно через ту же самую подсадку вторым номером обузят ее. Булдера на этот раз спасибо, что живой, но вот никого вблизи не замечает. Ну, с другой стороны, есть инфа про то, что убили игрока в песках. Тайминги абсолютно не те, чтобы думать, что там меньшинство играет. Но вот расшатать сейчас удастся. Фнатики решили оставить одно ВП в приемке. Он играет на тройке позиции. И, в общем-то, если бразильцы быстро всем скопом побегут, то Флюша, скорее всего, такой эпизод для своей команды не выиграет. Но более хитрые игры, кстати, ждут в этом моменте Фнатики. То есть, оставляют звено из троих на базе А. Ждут, что позиции обороны попытаются растянуть. И, показав свой заход на точку Б, все-таки уйдут ставить бомбу на А. Гранату Флюша больше нет. Придется принимать на стрельбу. Фуон уже на позиции. И, кстати, позиция Габриэль Уталеда никак не помогает. Флюша дал фраг и отошел. Вот здесь тоже не рискуют. Игрок из Швеции. Очень осторожная игра. И это только ему плюс. До последнего стоит Кримс на точке А. И звено там сохраняет. Что, будут сейвить? Да, вот то, о чем я и говорю. То есть, сверх такой, знаешь, напряженный момент в плане экономики случился у Фнатики. Теряя одного и отдавая постановку бомбы на точке Б, уходят в сейв. Причем вчетвером. Опасная игра сейчас, действительно. Ну и попытаются еще кого-то отстрелить. Хотя, мне кажется, А. в первую очередь нужно убегать здесь. Ну, в принципе, нет смысла. Атака стоит до конца. Но Флюша выиграет время для своих троих тиммейтов. Безопасно. Безопасно себя здесь Флюша чувствует. То есть, до угла ему буквально миллиметр. Даже если будет мишот, то, скорее всего, эвакуация будет обеспечена. И уйдет просто-напросто в библиотеку. Ну, в итоге 8 игроков на карте выживет. К концу этого раунда 15-12. Ну, так-то до допчиков недалеко по-прежнему. Но сейв четырех девайсов однозначно поможет Фнатик. Да, нужно дозакупаться. И по-прежнему все не слишком радужно с экономикой. Но один маппоинт отыгран. И здесь в противовес более сложная ситуация для SK Gaming. То есть, они надеялись на то, что выиграв раунд, скалькулируют экономику. И просто-напросто против пистолетов до конца будут играть. И контролируя средства у своих визави. Но Фнатики оказались хитрее. Изначально построили защиту так, что теряя одного, просто-напросто отдали базу. И опять-таки играют с четырьмя девайсами. Плюс закупка пятого. Ну, денег больше не стало, если честно, здесь для Фнатик. Плюс в том, что это будет второй по счету проигранный, если Фнатик его проиграют. Ну, и плюс, явно шведы нацелены сейвить свои девайсы, которым будут нужны калькуляторы. У этих ребят в голове работают на все сто. Так, ну, очередной медленный раунд. Понимают важность его бразильцы, пытаясь поймать своих соперников на каком-то прочейке ошибки. Но здесь ставки высоки с обеих сторон. И Фнатики просто-напросто стоят. Ну, пока отдают банан уже в распоряжение своих соперников. Кстати, регулярно СК так делали. Сейчас мы видим подобную манеру и от ребят из Швеции. Контролят, знаете, гранаты собственные, выманивая у СК гейминг их наличествующие. Ну, и потихонечку раскидывают те самые гранаты. Смог полетел на хелпу. В противовес ничего не будет предложено, скорее всего. Ну, дым ответ потратили только что. Кстати, ну, по-моему, СК на это ориентировались. Вот глядя на то, что у них по-прежнему 4 смока есть, и они отбросили только один. Выманить предпоследний дым у Фнатик — это хорошо. С другой стороны, сейчас еще и пойдут под другой пуэнт. Ну, тут... Така первым номером попытается прочекать, что происходит в пуэнте. Есть засада от Лекра. Ну, это дуэль тысячелетия. В рамках этой карты Лекра против Така. Спокон веков они тут воевали и будут воевать до конца. Фопс уже расправился против Джейви. А вот это минус, кстати, не самый приятный далеко. О, начинается выход. Лекра по-прежнему на балконе играет. Така просто пропрыгивает мимо. Кримза схоронит двоих. Лекра еще один фраг. Кримза пройти так и не удалось. Ну что, гэгэшенька или нет? 12 секунд. Походу, да. Фоллинг и Колдзера. Сейчас опасные остались. Колдзера один хэдшот по Кримзу делает. До времени больше не становится. Действительно, в этот момент нужно заниматься только одним делом. Это постановка бомбы, чем, собственно, и занимались СК Гейминг. Ну и 2 в 2. АВП, Калаш против АВП и Калаша. Вот это звено, конечно, сейчас. Фоллинг и Колдзера. Одни из лучших игроков. Да, на самом деле, лучшие игроки Бразилии. Двойка против Флюши и Голдена. Ну, один из немногих моментов, когда Флюша все-таки в ретейке приходится... Ну, Флюша последний. Ну, все, как бы он с Амиком стрейф постепенный. Все плохо. И это очередной раунд для СК. Господи, на 10 секундах при ситуации какой? 2 в 3, 2 в 4 бразильцы это выиграли. У них оставалось 10 секунд. И они все равно это сделали. Поставили бомбу и расправились против своих оппонентов. Нереальное что-то делают. Покажите концовку. Концовка интереснее, по-моему. Ну, вдвоем четверых принимали. Вот Кримз, Глубаков, Пленте. Легер у него поддержку на балконе. Все, больше никого нет. Посмотрите на радар. 2 в 4, 15 секунд. Не хелпует. 2 в 4 и 15 секунд времени. Для СК это как семечки на базаре пощелкать, как оказалось. Вот это жесть. И вот теперь у Фнатик нет экономики. Им нужно играть эко. Только Кримз купил себе армор ЦЗ и дым. Потому что у него деньги позволяли. Но как бы все упрется в 30-й раунд. Ну, приплыли, да. Здесь даже никаких поползновений к какому-то ответу жесткому нет от Фнатик. То есть ЦЗ-шка действительно в единственном количестве. Остальные на дефолтных пистолетах. Один армор на всю команду. И более ничего не присутствует. Если удача повернется нужным местом, они, как всегда, конечно, может быть один шанс из 100, что Фнатики выиграют такой раунд и за счет него карту. Но, скорее всего, мы увидим близкий счет и все 30 раунд. Просто жесть какая-то. Просто жесть. Ну, Фнатик уже выигрывали раунды на пистолетах. Никто не спорит. Даже в рамках этой карты. Но, по-моему, здесь вот Коу и Юспы не сильно могут этому способствовать. Так. Два-три. Играют максимально глубоко в планетах шведы. Ну и сверхаккуратная игра в противовес от СК Гейминг. Гигантское количество гранат. В принципе, вариаций много. Что могут сделать СК Гейминг? Единственное, они не понимают, что против них сейчас играет. Ну, да. То есть тут в теории, конечно, может быть форс. Знаешь, вот играя против Фнатик, я бы тоже этого весьма ожидал с какой-то долей вероятности. Но пока шведы играют аккуратно. Будут, кстати, в четвером принимать. Отличный тайминг. Просто вышел на охоту и дал первый фраг. Правда, осталось 16 патронов. То есть, в самой ЦЗшке. В главном оружии. Затем уже должны поступательно разбираться. Лекра не самый жесткий. Что ни на есть. Здесь Убиватор со своим Юспом. Две позиции в планете. Глубоко. Смачок пока что пистолетом помогает. Ну, вот та самая ЦЗшка Кримза. Не хватило бы ее все равно на большое количество минусов. И в Юспи. В руках у Голдена внес много дамага бесспорно. Ну, там, кстати, да, по головам попал. По-моему, даже два раза скрипнула голова. Но вот фатальным дэмэдж этот не был. 14-15. Последний раунд из 30. Жестко. Ну, как-то складывается впечатление, что не может эта карта закончиться со счетом 16-14, если честно. Независимо от того, кто в итоге ее выиграет. Овертаймы, по-моему, обязаны здесь быть. Очень классно нашли свою игру в атаке СК. Они не то, что нашли свою игру в атаке. Я себя поправлю. Они просто нашли ту самую свою бразильскую игру. Ну, знаешь, причем нельзя сказать, что вот они занимались моментом поиска. То есть неудачное решение одно, отказывались от него, прибегали к другому. Они обузили одну и ту же тактику. Подход к базе, раскидка, заход. И там уже, как сложится, в принципе, все контролируемо, в связках, но тем не менее. Вот изначально-то начало этой половины не удалось. Сколько мы там говорили, счет был. И один только лишь пистолетный раунд в активе у ИСК. Ну, пока нереальная близость по счету. Неудача, 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 неудача. Тем не менее, наложено на гигантский плюс. И потом, когда уже нащупали, начали ходить и давить. Смотришь на статуи, аж страшно становится. Ровно по четыре игрока действительно жестко играют на свое КД. И по одному выпадающему, но не критично, когда так идет игра. Ну что, тот самый тридцатый раунд, момент истины. Будут овертаймы или нет, пишите свое мнение в чате. А мы пока посмотрим за этой невероятной зарубой. Не очень много гранатов, на Тик, и нет АВП. Ждут просто фатального врыва от Тик сейчас ИСК Гейминг. Но терпят, терпят шведы. По большей части Банан занимается практически абсолютной массой от коллектива из Бразилии. На контроле Голден, кстати, что интересно, довольно-таки закрытая позиция. Ну и ключевая роль у Флюши, который Смачок должен отбросить и флешку, и выйти и похоронить. Ну, та самая связка, которая не выиграла тот раунд 2 в 2. Посмотрим, как они разыграют здесь. У Голдена уже все не очень хорошо. Его пытаются выкурить, но в итоге Голден через дым находит свой фраг. Это очень важный минус. Фэрро убрали. Флопс разменивает на Голдена. Флюша запалил свою позицию на тройке, ну и понятно, что тут будет хоупа. Подсадка очень опасна. Мне кажется, зря на самом деле. Да, так ее контролил и дает этот минус. Вопросы Голдену, который сделал фраг, но тем не менее не ушел. Смаки пока что лежат, не позволяющие Фнатикам вырываться на ретейк. Ни о каком сейве речи не идет. До конца нужно идти, но позиционка, разобранная бразильцами, выглядит просто победной. Хиты одни лежали, насколько я помню, поэтому где-то их можно будет забрать. Мотов на церковь. Это еще станет на 7 секунд. Нужно прорываться до конца, Коудзель играет за гробами, Фелпс на тройке, так Автемке. И все еще есть игрок на банане. Лекро врыв, без шансов. Остался последний Плюша. Ну, допов не избежать, по-моему, 1-2. Фолланд закрывает этот раунд для СК. 15-15. Овертаймы, дорогие друзья, игра продолжается. Это те самые бразильцы на мейджоре, которых мы ждали увидеть. Шедевральное историческое возвращение команды Искайгейминг. Несмотря на то, что с заменой не все получалось во второй половине, они смогли дотащить до овертаймов. Трибуны ликуют, словашки, обнимашки. Там действительно гигантское лобби фанатское присутствует в Бостоне, я думаю, у этого коллектива. Мне нравится, что Фолланд вообще чуть ли не в зимней куртке там сидит. Подогревает обстановку внутри себя. Хочешь, да, чтобы как-то жарко, душно ему было, действительно. Ну и так оно и есть. Посмотрите на статистику, посмотрите на то, как идет игра. По 4 MVP у Фоллана, Cold Zero и Така. Пропотело тело, пропотело в игре Фолланд. Все хорошо, берите на заметку. А ведь работает. Пуховик, да, помогает. Секрет мы узнали. Можно просто ставить, знаешь, такие новомодные видеокарточки, которые нагреваются до космической температуры. Запускать на них сразу все, что только можно и нельзя. И нагреваться от них. Шутки в сторону. Смотрим овертайм. Эта игра просто так закончиться не могла. Причем здесь, знаешь, все выглядит так, что вот кто выиграет первую карту, тот, наверное, выиграет игру. Как бы все силы не потратить на нее. Ну, проводятся у меня определенные параллели, конечно. Ну ладно, про это потом поговорим. Матч Фейз, Маус таки маячил перед глазами. Особенно в моменте 4 в 2 на 15 секундах. Где-то похожее что-то мы уже видели. И внезапно Фнатик оказались не в самой завидной для себя ситуации. Посмотрим, как оно будет. Пока что стычка на коврах заканчивается разменом 1 в 1. Кримса и Фера потеряли. Вторым номером уже пытаются из Кайгейминг проходить поступательно банан. Ну, напомним, что МР3 10 тысяч все-таки. То есть Фнатик хоть какой-то раунд-то нужно забирать. Но то все будет слишком плохо. Ну, пока не критично. Пошумели очень сильно под Б. Стянули, по крайней мере, внимание от Флюши. Не знаю, пойдет он до конца или нет. Походу, да. Это то, чего и добивались СК. Так, ну, как-то сверхрастянута выглядит пока что оборона Фнатик. Да, игра в связках и перекрестный огонь и там, и там созданы. На базе А и на базе Б. Ну, вот опять-таки вопрос к первому контакту. Ну, и опять то, чем занимались СК Гейминг. Массированные забросы на точку А и после этого выход. Ну, попытались растянуть. Не сильно хорошо это получилось. В итоге Лекаро в фунте. Флюша вернулся. Дживи пока что не уделал. Ну, сейчас вот Флюша сфокусирован на двадцатке. Если подставится под ковры, будет беда. Но Флюша, конечно же, не подставляется. Фунтет. Парочка работает. Один запалился, второй все еще не осветил свою позицию. Флюша! Царюга просто за дефолтом на внутренней стороне. Размансовывает на себя всех соперников. Выходит на очередную пристрелку. Хэдшот. И этот раунд в пользу Фнатик 16. Но насколько поздно, как всегда, это бывает. Но это классика. Так пытались оттянуть внимание Робина Ренквиста от Аплантана. Он успел вернуться. Его успел дать ключевые три фрага. На последнем тайминге выход от бразильцев. И в этот раз Флюша уже не простил. Пытаются Флюше перекрыть все места, все дыры. То есть Флюша гигантское количество времени стоял без работы на точке B. В основное время с АВП и без АВП. И приходил уже только на ретейке. Здесь он был первым опорным звеном. Ну и браво. Ну что, 16-й есть. Вот только слишком поздно. Теперь, извините, нужно 19. Смотрим, следим за развитием событий. И пока валитольное продолжение. Подогрели гранатами и Голдена и Флюшу. Те уже сами хиповые. Начало не из приятных. Ну, банан, кстати, не отжали ни те, ни другие. Ждем второй серии продолжения банкета. Очередной раскидки гранатами. И вопрос остается на повестке дня. Кто же займет тот самый банан? Ну, решили отказаться от мысли. Ну, там было чем продолжать в первом и в втором. Сейчас, в общем-то, СК могут потратить еще раскидки на то, чтобы воевать против цемента, на котором никого нет, например. И Фнатик пока это только на руку. Так, ну, Флюш, это вообще гранаты закончились. Это на самом деле не очень хорошо, учитывая то, что... Ну, помимо него там еще Голден. У Голдена, кстати, пока нормально все. Зажигательная граната, дым и флэш. В общем-то, этого должно хватить на то, чтобы отстанить оппонентов. Фер в очередной раз в отрыве от команды попытался прочекать ковры. Никакого контакта себе не нашел. Возможно, будет закрывающим как раз-таки спины. А, возможно, дает ту самую ключевую информацию при подходе на главку. Ну что, снова стянули на себя внимание очередного игрока. Под Б намного мобильнее действует Фнатик, чем это было в основном периоде времени. Постоянно стягивается халпующий игрок. Похоже, что интересную растяжку здесь готовят СК Гейминг. Понимая, что вот эти вот прямолинейные выходы уже не работают и к ним готовы. Такой сплит Б сейчас может получиться от Живи. Правда, срезает первого. Пытается отойти обратно. Его отпускают, но это не основная задача. Основная задача пройти дальше. А тут Крипс сразу за смоком играет. Спрейд понимает, что второй где-то там. Сбирает и колд-зеру. А выход-то под Б. А выход-то под Б. Здравствуйте. И так, Натик прочитали. Натик ошиблись в чтении раунда. Они думали, что это выход под А. Вот это сюрприз сейчас для них. Ну, не умаляет заслуг. Тут вот опять-таки очень сложная ситуация. Остается у СК Гейминг вдвоем против четверых. Закрыть двумя игроками все позиции не удастся. Поэтому в какой-то момент нужно будет совершать чудо. Но Фелпс в живых. И вот сложно вериться, что это удастся. Самое молодое звено сейчас у нас со стороны СК. Двойка игроков, которые должны делать историю прямо сейчас для своей команды. Банан. Там есть игрок. Фелпсу приходится на две позиции играть. Непонятно, как он это сделает. Сделает он это никак. Десять секундки ты, естественно, есть. Так, и срезаем первого. Второго. Но дальше уже без вариантов. Пять секунд. Успевают. Успевают или нет? Погодите-ка. Туэйт, говорят. Нет. Это реально Туэйт. Это 16-16. И Таков все-таки успел свое отстоять. Вот это жесть. Вот это разводка. Фнатик, которые пошли выбивать А. Как они это делают? Как они это делают? Я счастлива просто. Женщина. Взрыв эмоций. Очередные фанаты СК Гейминг на трибунах. Но действительно, на тоненького этот раунд, несмотря на то, что не отстрелялся Фелпс, пропустил Банан. И даже одного минуса при ретейке не сделав, все-таки вырулили. Сработал фейк. Бомба взорвана. Да, раунд взят. Все четко. Просто нереально. Как же это было разыграно. Как доволен Така ситуация 16-16. Ну вот это чисто бразильские раунды, когда вот так они заканчиваются. Это бразильский сериал. Это даже не бразильские раунды. Это смех, слезы. Непонятно, что происходит с тобой. Их кредо. То, на чем они вообще играют. Просто нереально. Очень интересно смотреть за такой игрой. Ну, банально не знаешь никогда, чем все закончится. Например, вот такими возмутительными хэдшотами. Но благо здесь с разменом. Есть подстраховка от JV. Действительно, опять-таки, очередная быстрая стычка. Заканчивается разменом один в один. Ну и что, будет пауза или все-таки поступательно пойдут под точку АСК Гейминг? Ну, ФР подставляется. Откровенно подставляется под позицию Песков. Коудзер, кстати, отстрелил JV. Не ваншот на Лекра, по-моему, какой-то прострелом получился. Ну, такой фрагментированный раунд. Не совсем ясно, как его доигрывать. Все-таки, по-прежнему, два игрока дефенза есть. Лекра в песках. Флюша, правда, пока отрезан от своего тиммейта, но может тянуться холповать. Все, последняя флешка осталась у Фелпса. И потратил. Лекра, кстати, серьезно дамаженный. Пытается морозиться на больших песках. Тесант смерти. Кстати, фраг-то принес, а тут уже и Флюша на месте, на страже порядка. Дает свой минус. Коудз пока мансует с Флюшей. Первые пули в голову. Коудзеры отсекают. И еще один раунд для шведской команды. Но не сломались. Не сломались после того раунда. И все-таки последние в первой половине овертаймов для себя берут. И пока что впереди. Завтра это будет болеть. Однозначно. Такой хедшот от Флюши. Но включился в ключевой момент именно этот игрок. Действительно, очень сильно. 2-1. По итогу первой половины первых овертаймов. Ну и ответ КОУТСК. Будет или нет? Флюша полезен везде. Пытается с собой закрывать дыры в обороне своего коллектива. Ну, пока что все это дело работает. Смотрим, что будет за атаку. Ну, действительно, очень много импактов носил Флюша. Он как-то успевал и тут, и там работать. Сколько у него по фрагам? 29. Ровно так же, как и у Лекра. Два такие столпа, на которых все и держится. Интересно, как это будет продолжаться дальше. Все же остается два раунда до победы команде Внатик. СК, в свою очередь, необходимо взять хотя бы два. Для того, чтобы следующий овертайм мы увидели. Ну, сложная предстоит атака. На самом деле, несмотря на то, что в преимуществе находится Фнатик, им давненько за нее они уже не играли. Стычки на банане. Заметили упрыгивающего Фера. Болотов под позицию фолна. Не сильно он его смущает. Минус 3 хп. Не критично. Холд от Фнатик. Те пока играют весьма осторожно. И медленно. Ну и по размену гранатами только вот по дамагу. Смотри, на базе Б вообще позиции под отдачу плунта. То есть фолин и фер. Если вдруг под них упадет смачок, там фера подсадят или фолин на вазоны. Один фраг и уход. Все. Под поставленную бомбу. Но бананом пока что атака не занимается. Фер уже подсажен. Фолону на самом деле не помешал бы свопнуть свою позицию. Наверное, на что-то более результативное. Ну и два амика. Так, Молотов не туда. Коудс это понял не сразу. Но главное, что понял. Коудзеру заперли. И он действительно из этого Молотова уже не уйдет. Придется агрессивно отбиваться со своего ВП. Пиксель, миссшот и минус он. Голден, кстати, делает энтрифраг. Такой широкий стрейф уверенный против снайпера. Коудс не попал по оппоненту. Так и рокирует павшего тиммейта. Ну тут попытается сквитать. Прицел JV. Нацелен. Возможно было дать минус 2. Но Голден вновь включается. Снова Голден. А сможет ли Фелпс так в ключевой момент включиться? Так, ну остается у нас звено обороны базы B. Ну и тот самый Фелпс, кстати говоря. Тот самый Фелпс, который заперт в грейвьярде. Ну или наоборот он был на цепи там. Неважно, минус он дал один. Самый неожиданный момент. Попытается ворваться, а тут второй смачок. Ну дым, конечно, плохой. Вот только Фнатик под него не подставится. В этом вся проблема. Будет дожидаться своего тиммейта Фербита. Дым такой дающий обманчивые надежды. То есть есть зазор, а вдруг агрессивненько где-то пройду. Но Ферб решил не идти. Тем не менее, минус он уже. Ну и Габриэль Толедов, сейв АВП. Очередные маппойнты, друзья, сейчас будут для Фнатик. Раунд они однозначно выигрывают. И первый раунд в защите не смогли разыграть СК. Ну что? Все, задача окажется реальной. Выиграть один из двух раундов и все. И вот она, карта Инферно, в активе команды Фнатик. Ну, точно такие же четыре были, кстати, попытки в основное время у Фнатика. Тем не менее, СК Гейминг вернулись. Ну, знаешь, вот здесь вернуться, мне кажется, будет посложнее. Вот конкретно в рамках этих двух раундов. Благо есть деньги. Денег достаточно. Все хорошо у СК Гейминг. В этом моменте АВП, как нельзя кстати, засейвленная. Без ущерба для собственной экономики пока что проходится эта дистанция. Размышляли, по-моему, здесь СК будет два века у них или один. Решили играть от одного АВП. Может быть, оно и к лучшему. Давайте смотреть. Возможно, тот самый последний раунд. Но далеко не факт. Все-таки играют СК и Фнатик. Ну, вот знаешь, по предыдущему раунду все выглядело так, что СК Гейминг как раз-таки ждали атаки на точку Б. То есть максимально закрытая там борьба с заходящими, а, возможно, в перспективе отдачи просто точки. Но СК выбрали немного другой вектор. Это стало удивлением. Продолжаются разборки. Молотов под Фоллана. Отходит назад снова. Не горит Габриэль. У него все в порядке. Ну и пока без энтри. Фоллан, кстати, не ушел. В этот раз он играет на прием. На агрессивный прием, на первый минус. Очень опасный момент. И стоя с другой стороны. То есть здесь Фоллин просто-напросто может стать легкой жертвой и сладким фрагом. Ну, непонятно, кто кому встанет, если честно. Но Фоллан, в общем-то, по идее, такие минусы дает очень легко. Не видит голову. Не видит голову Флюша своего соперника. Он находится в позе. Выходит первым номером Фоллин. Очень важный фраг от него. Вот это те самые минусы от Габриэля. Отошел назад. Все. Ничем не рискует. Теперь инициатива в руках у Фелпса. Будет на приемке ребер. Ну, знаешь, фнатики окей. Мы так и думали, что нужно было идти на точку. А там Фоллин закрыто. И опять-таки рисунок предыдущего повторяется. Вот как здесь играют опорники. Фелпс первый встречающий. Почувствовал с собой гранату. Ну, в первую очередь, конечно же, выстрел от Джей Ви. Не ваншот. Благо для него. И начинается фейк-раскидка А-планта. И выход от Б. Там снова Фоллун. Снова Фоллун на приемке. Это самое интересное. Вот сейчас-то мы посмотрим на Габриэля в деле. Джей Ви забрал Фелпса под противоположным плантом. Ну и Фер уже на хелпе. На страховочке, действительно. Если выйдет первый дамажный, его забирают. Хедшот от Фера. А уже нет гранат, чтобы выходить. Уже нет даже в этом смысла. Какого-то выход на мясо, по-моему. Зажим в тридцатке был не лучшим решением для Фера. Но Фоллун это не смущает. Трипл килл для него. И 17-18. Дотерпели. СК Гейминг действительно прависсимо просто. И последний раунд первых овертаймов. Кстати, вот, наверное, так и стоит говорить. Потому что здесь непонятно, чем дело закончится. Возможно, мы и на вторые уйдем. Эти овертаймы далеко не факт, что будут последними. Глядя на такую игру. СК. Ну, необходим им этот раунд, конечно же, если они хотят продолжать бороться на карте Инферно. Далее, напомню, будет оверпасс, который самые бразильцы и пикнули. Много, много сил тратится на карты Инферно, действительно. Как бы их потом... И где взять на вторую? Ну, посмотрим. Что немаловажно, еще на полуфинал силы нужно найти, который также сегодня будет играть победителя этой встречи. Этот момент тоже стоит отметить. То есть это единственная пара и победителя, точнее, этой пары, которому придется играть не с перерывом в день или в ночь хотя бы, а вот в тот же самый игровой. Ну, по факту им нужно было готовиться сразу к двум оппонентам за вчерашний день. Ну, вот увидим, как это удастся. Так, ну пока, в общем-то, все упирается в банальный размен гранатами, в котором у бразильцев явное преимущество. Там гранат не больше. Здесь, кстати, СК решили хитро сыграть. Сейчас уже втроем. Вот базу А. Пока что на контроль банана. Там никаких поползновений от господина Флюши не присутствует. Смотрите, потихонечку начинают заканчиваться гранаты. Смотрите. Но не у СК. И это проблема для шведов, в первую очередь. Очень плотная раскидка ребер. Беда в том, что СК даже не думали на них стоять. У них более пассивная оборона в этом раунде. Пола. Дуэлица против Флюши через дым. Ну, спорная дуэль. В итоге остается и первый, и второй в живых. Ну, вот вопрос. Повторят предыдущий раунд снатик все-таки? Качнут оборону и уйдут на B или до конца пойдут на точку A? Фэлф потерпел. Понимает, что не боец здесь. Ушел. Главное теперь, чтобы тиммейтов не продал. Но, по идее, весь расклад понятен. Здесь, как обменять свою модель обороны для СК? Коудзера должен фокусироваться как раз на зелени. Джей Ви проходит. Открывать плент. Максимально закрытая позиция у Купса. Так, выходит через Маки. По праву сделали Коудзера и так. И пошел жесточайший замес, в котором от шведов остается всего лишь 24. Кровавое месиво. Флюша, Джей Ви вдвоем. 10 секунд. Давайте в бразильском стиле выиграть этот квадж было бы круто. Но 5 секунд. И это, друзья, старые овертаймы. Без этого никуда. СК и ФНАТИК продолжают рубиться на карте Инферно. Первая карта только в своем разгаре. Фанаты Фолина. В точно таких же пуховичках на трибуне. Ну, действительно, жесть. Действительно, бразильский сериал. Очередное возвращение. Очередные отыгранные мапоинты. И все-таки Фолин и его компания не собираются отдавать пик сопернику карту Инферно. Вот знаешь. Знаешь, я все больше и больше уверяюсь в мысли, что вот кто сейчас победит, тот выиграет в этом БО-3. Причем какую-то вот просто в щи мы увидим вторую карту. Там где-то 16-4, 16-5, что-то такое. Ну, увидим, как это будет. Пока для меня это, знаешь, больше битва характеров. Что шведов мы всегда выделяем как супер хладнокровную команду, которая в любой момент может дать камбэк. Что СК, которые вырывались из таких ситуаций, на фоне которых этот матч выглядит абсолютно ничем. И вот насколько жесткая и не по коэффициентам букмекеров складывается эта игра. То есть там 3-20 давали на Fnatic, что-то подобное. Ну, абсолютно не выглядят шведы потихонечку по ходу турнира, набирающие форму на этом мейджоре. На Cloud9 против G2 тоже около трех был коэффициент, помнится мне. И кто-то, кто-то, все они угадали. Не знаю, только ярые фанаты Cloud9, наверное, верили. Но все-таки трибуны и неудержимы были сами американцы. Давайте смотреть, что будет дальше проходить. Бразильцы остаются в дефензе и играют в этот раз в одно. ВП, напомню, что в первом раунде за защиту в первых овертаймах. СК играли через дублет. Три каешки. Ооо, фоллун не железо. До свидания, Габриэль. Ну нет, фраг находит. И не хватило Молотова за спину. Одного Молотова не дали Fnatic. И он был ключевым. Жестко. Четкий фраг. И вот просто на воле отсидел. Позицию на уголочек. Просто жестко. Вот все же. Можно больше ничего не говорить. Это фоллун, он жесткий. Ну вот, знаешь, там не хватало ядерного взрыва еще под Габриэля. И то. Не факт, чтобы он погибал после него. Три хаешки. Молотов, флешка. И все равно в бланде фраг. Ну, Молотов дали не туда, на цемент. Дали бы его на единицу. Все бы поменялось в корню. Ну, как минимум был бы размен. Как максимум мы фрага-то избежали бы по голдену Fnatic. Так, ну и решили все-таки до конца в этом моменте Fnatic раскидывать базу B. А тут смещение позиций. Фоллун играет уже под А. А тут другая двойка игроков. Это Ферри Фелпс. Коудзера уже хопует, но это все время был фейк. Fnatic стягиваются обратно. Они привлекли внимание. Но тайминги такие, что пора бы уже стягиваться обратно. Тем более, что тут Фоллун. Дуэль против JV. Выигрывается Габриэлем. Классика жанра. Мерцающий АВП. Фоллун полезен везде. И на банане первый фраг сделал. Теперь уже на лонге оказался. 30 секунд. Бомба уже из-пода. Мало вероятно, что куда-то уйдет. Фоллун теперь будет пытаться срезать. Игрока на 20. Там тоже есть кого убивать. Вот что интересно. Это снова Фоллун. Эйс. Габриэль сегодня успокоится. Нет, все-таки Кримз его угомонил. Но хоть кто-то. Хоть кто-то смог сделать. 15 секунд. Дуэль против Коудзера выигрывается. И так-то 2 в 2. И по-прежнему ситуация рабочая. Рабочая для Фнатик. Ну, опрометчиво. Коудзер решил стреляться из позиции на библиотеке. Без поддержки своих тиммейтов. Да, понимая и веруя в собственные силы и скилл. Но, тем не менее, как раз-таки два его напарника не подошли. Ферр хороший фраг по Кримзу. Остается последний Флюша. Прячется хитро в смоке. Ну, как же коварно играет Флюша. Фопс выжидает. Фопс выжидает. Видит оппонента. Не забирает его с первого раза. А второй попытки ему уже и не дали. Какая жесткая паника от Фелпса. Ну, господи. Ну, молодой игрок, конечно, не доигрывает. Мэнфор будет дефьюзить до конца, скорее всего. Дефьюзить до конца. Дефьюзить до конца. Ай, он раздефьюзил бомбу. Он просто не стал стреляться. А зачем вообще давать возможность натик выиграть этот раунд? Вот это я понимаю, Counter-Strike. Вот так нужно играть Фелпс. Абсолютно стальные нервы. Насколько на тоненького берется очередной раунд. Это просто жесть. Вообще нереальный эпизод какой-то. Фелпс, ну, катастрофически зафейлил. Он дал Флюша этот кулач в руки, буквально принес. Ну, сквозит, да. Соглашусь в этом моменте. Сквозит, конечно, нервное напряжение у молодого бойца бразильской пятерки. И тот самый спрей, когда ты уже по горизонтали там на 90 градусов вводишь прицелом, говорит о многом. Ну, знаешь, до меня доходила инфа достаточно давно, еще осенью, о том, что вот у Фелпса как раз не бразильский характер, не располагающий к таким камбэкам. Это чуть ли не одна из основных проблем, почему вот СК, собственно говоря, так с ним обошлись. Он, кстати, и в интервью отмечал, что по большей части он психологически готовился, но сказал, что тем не менее к этому турниру, что не на есть готов. Как раз таки вот в компоненте морали. Флюша первый фраг по Фоллину. При этом, да, главное, что убрали Фоллина. Одну из основных проблем предыдущего раунда. Убрали парня в куртке. Остались парни без куртки. До этого не все. Так, ну, Ферр решил поддержать промеч его инициативу. Потерялся так же, еще один фраг. Ну, все, посыпались. Вот тут опускаются руки, конечно, уже у Фелпса. Здесь вроде бы и стоял в позиции. Флюша просто выпрыгнул, дал минус, побежал дальше. Как будто и не заметил. Снова паритет по счету уже практически неизбежен. 19-19. Это счет, который мы увидим, ну, буквально через 35 секунд. Ну, об экономике здесь говорить не стоит. Скорее всего, соблюдать собственную СК-гейминг нацеленную. Поэтому просто-напросто буду цевить. Никаких поползновений даже. Ну, к попытке ретейка мы не видим. А вот в ответку Кримс пошел вычислять на охоте. Ой-ой-ой, как же напряженно проходит первая карта. Сколько же сил на нее уходит здесь и с кайфнатиком, пока команды действительно играют на равных. Немного пугает то, что все-таки это пик как раз шведского коллектива. Отличная последняя пуля залетела. Красно-даку. Ну и колдс в расчете на сейв кольта, который заканчивается ничьим. Ну, опять очередной абсолютно ни о чем не говорящий счет. Стальные нервы и воля к победе. А что по экономике в СК? А как же они так закупались? Выграв раунд все равно настолько все плохо. Ну, дважды Фоллин погибал. А, ну и там, да, там все погибли. Вот, вот это то, про что я забыл абсолютно. Ну, сейв это была не роскошь, а необходимость. Теперь посмотрите, вот что здесь на руках у бразильцев. Не будет каких-то феерических фрагов на авике от Фоллина, потому что авика как такового нет ни у кого. Ну, вот такой промежуточный бай. То есть, в принципе, и диффуз киты есть, на них все-таки здесь хватает. И гранатам предпочтение отдали. Где-то должны немножечко агрессивно ИСК гейминг действовать. Либо, опять-таки, очередной капкан поймать своих шведских коллег. Ну, Фнатикам очень важно здесь играть напротив пассивнее и не нарываться на первые контакты. Их как раз преимущество раскроется в дистанции, а не в первых таймингах. Ну, вот он, близкий план. Близкий план по занятию как раз-таки Шарта. Фэлм с первым номером, плюс 600. Есть поддержка ему Фомас, который уже от Колзера отдается. Все, вскрытие пошло. От бразильской пятерки осталось двое. И причем один уже торопится с базы Б, а второй по-прежнему там. Да, Снежный Ком обошелся очень жестоко здесь. И, ну что, фолом как бы с ЦЗшкой бежит воевать. А тут Лекар. Лекар позиции не отпускает Габриэля абсолютно никуда. Последний Фернандо Альваренга. Конечно, нужно с ним что-то поделать. Но один в четыре очень маловероятно. По ходу дела снова Фнатик закроет половину в свою пользу. Только в этот раз они это сделали за атаку. Так, ну, Фернандо Альваренга ничего не остается. Здесь, в принципе, идти на чек до последнего. Понимая, что, скорее всего, ретейк этот успехом не завершится. Уже 19 секунд. Ну, четко. Укол в голову от Лекара. И на этом все. Вот такая вот половина, друзья. Снова 2-1 в пользу Фнатика. 19-20 общий счет. Ждем второй половины вторых овертаймов. И посмотрим, смогут ли вновь бразильцы вернуться. Пока постоянно именно эти товарищи в роли догоняющего коллектива. Но при этом постоянно вот удается у них догнать, дышать буквально в затылок. Ну, знаешь, вот когда-то это должно закончиться. То есть столько шансов дается, их не реализуют. Когда-то история должна прекратиться. Сверхконцентрированный Габриэль. Ну, Габриэль две куртки должен что-то здесь нашифровать. Я не знаю, что-то абсолютно нереальное. Он должен действительно разобраться, что делать дальше. Толстовочка Virtus.pro. Но я тебе не завидую, братан. Конкретно в рамках этого мажора, конечно же. Похоже, судя по всему, мама Колдзеры. Либо какой-то другой близкий родственник. Нам уже раз от раза ее показывают. Так, ну и смотрим. Ну что, закупка. Фнатик играет вообще без авика. Вот это, кстати, очень любопытно. Шведы абсолютно забили на игру от АВП. Чего нельзя сказать про СК. Ну, СК ясно, что пытаются играть в своей манере. Знаешь, причем даже не то, что в своей манере, а выводя бомбардира, у которого действительно прет игра у этого ВП. Он шесточайшие фраги делает на спре от плюше. Жесткий замес. Голден еще фраг делает. Эта парочка пока что банан промежуточно отжала. Уходит в пассивные позиции. GV, в свою очередь, с другого фланга пытается ушами водить по меду. Если кто-то в стыке, никого нет. И по полученной визуальной информации пойдет в спину. Замкнулись СК на банане. Какая похороночка-то получилась. На старте на банане. Вот так шведы. Слушайте, после всех пассивных бананов их исполнений, здесь прям вообще воздуха не оставили. Непонятно, как здесь доигрывать. Позиционно Кримс немного профейлил. Но в итоге, какой же байт из этого царски получился. Какой же байт? И так и не смог доиграть. Не смог доспрейить до конца на Голдена. Отдался тому. Фолл пытается на бомбу хотя бы отыграть. Хотя понту в этом мало. Насколько боятся Фоллена? Просто ошибка через Маки. Можно было выйти и убить. 4% здоровья. Неужели он будет тащить этот клатч 1 в 3? Уже оставшись по плечику. Так. И знает про то, что оставшиеся два игрока играют в одной позиции. Какой? Молотов не ваншот. Тимкил от Лекра. Пошел Фолл. Он на дно ХП уходит назад. Выпад от него. Прячется обратно. У Лекра есть, конечно же, киты. Но как четко играет Габриэль. Он даже не идет. Лекра до конца. Бежит. Давить. Какая ошибка от Фоллана. Ну что же, Габриэль. Ну он думал, что там игра уже будет от Дефьюза. Ну да. Слишком далеко здесь. Не слышал он ничего. Но Найстрай. Черт возьми. Габриэль Толедо только что взял чуть ли не лучший клатч за этот мейджор. Боже. Это действительно был супер момент. Габриэль практически хватило. Причем в этом раунде он первым пострадал. 4% здоровья по всему раунду тянулись. И казалось, ничего уже не поможет. Кончание раунда на постановку бомбы. И тем не менее практически дотащил. Одно ХП в концовке. Одно ХП в концовке у Фоллана оставалось. И казалось, что Габриэлю этого вообще слегка хватит. Но все-таки нет. Все-таки неправильно прочитал тайминг, на котором действовал игрок Фнатик. Тот, в свою очередь, понимал, что рано или поздно Фоллана вернется. Ну, там, походу, уже залетала инфа в ТС-ку, что дамажено. Иди, дави. Ничего не остается до АВП. Но какой-то распрыжкой, каким-то стрейпджампом можно развести на мешок. Вариантов не оставалось, как по мнению. То есть ты играешь против фавика без гранат. Ты либо его убиваешь, либо умираешь сам от него. Ой-ой-ой. Накидали Флюша. Ну, это ответная. Ответная багдатка тут получилась. Флюша уносит ноги, но с девяткой хп. Начало неблагоприятное. Конечно, для Флюши, в частности. Пока под смещение фокуса, внимание, на банане. Звено СК Гейминг занимается прочеком ковров. Вот игра от Фнатик, конечно, снова дарует им маппоинты. Это сколько уже по счету? 8 маппоинтов в распоряжении Фнатик было за все время. Мы увидим, возможно, как раз седьмой или восьмой станет тем самым, который приведет к победе на карте. Вот, не знаю, шведы сейчас, как какой-то хирург, производят пальпацию клиента, просто прощупывают слабые звенья. Где-то фолин себя в обиду раз от раза не дает. Удалось нам зацепиться в предыдущем моменте. Ну, здесь уже, по-моему, бразильцы угадали, куда нужно давить. На единственного Голдена выскочили. Тот играет в отдачу и даже на отходе через дым дает какую-то нелегальную плюху по Фелпсу. Ну, и вот главное здесь не растеряться и все-таки дожить, потому что по трассерам может и в ответ прилететь, но ждет тиммейтов. Ну что, 4 в 5. Похожие раунды уже, кстати, однажды выигрывали. Кримс вон сейчас спину даже смотрел. А вдруг там где-то Ферн. А вдруг где-то Фернандо, который будет пытаться давить, но нет. Кстати, все с одной стороны будут выходить. Молотов и две флешки. Все, что есть в распоряжении на этот ретейк у Фнатиков. Молниеносная реализация гранат уже присутствует, но пока что в стрельбе больше везет СК Гейминг. И, похоже, что мы здесь. Нет, Голден. Так-то 2 в 1. И снова фолун в Солянова. Там уже дефьюз. И фолун не справляется. Это карта для Фнатик. Дефьюз бомбы до конца. ГГ на первой. Абсолютно моментальный хэдшот и без вариантов. Фнатики выигрывают карту Инферно и выходят на счет 1-0. Все-таки дотащили, все-таки сколько бы шансов не отпускалось и не руинили те самые ма-поинты. Бразильская пятерка. Фнатик забирают пикнутое ими Инферно. Но гигантское количество сил действительно положено. В какой-то момент не доигрывал Голден, но к нему, наверное, по минимуму претензий, так как он является коллером этого коллектива. Фелпс выключился в какой-то момент из игры. Пытались на своих плечах завозить тот же самый Фоллен, тот же самый Колдзера, Ферр в некоторых моментах. Интересный и хитрой играл Люркером, но случилось как случилось. Вот это жара, действительно. Вот это первая карта. После этого страшно себе представить, какой будет вторая. Такая жара. Уже все видели. Невероятные кидокулачи. Вот просто вот так вот в футболке выжимаешь. Абсолютно. Куртки вот так вот выжимаешь абсолютно. Это нереальная игра. Я боюсь себе представить, что будет на оверпассе, если честно. Есть поле для обсуждения нашим аналитикам. Мы им через небольшую паузу слово и передаем. Мы остаемся в ожидании второй карты поистине шедевральной битвы. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Твое золотое правило. Застрял. Нашел выход. А ты хорош. Будь свеж весь день. Снова Макс Гол. Все сомневались, тратя напрасно нервы. Они кидали нам вслед, что мы не будем первыми. Мол, оставив затею, не возьмись за дело. Но нам бы взять побольше фрагов. Это мы умеем. Мы без заглядки на хейтеров. Двигаемся дальше. Наши награды всем скептикам выносят башни. Как так? Никто не верит до сих пор. Теперь мы в бак номер один. И с нами киберспорт. Субтитры делал DimaTorzok. Ты где? Эфир через 10 секунд. Эфир через 5, 4, 3, 2, 1. Добрый день, дорогие друзья! Это Элитно...